МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Киносъемки с участием сотрудников Первого областного канала. В Орле началась работа над фильмом «Европа подождет». Я не вернусь. Почему Глеб Володин решил поставить на Орловской сцене драму по киносценарию? Сельский храм стал яблоком раздора, разделившим администрацию и односельчан на врагов и друзей. Теперь подробнее об этих и других событиях. Здравствуйте, это культурное обозрение. Европа подождет. В Орле начались съемки телевизионного фильма. Первый съемочный день проходил в нашей телекомпании. По сценарию режиссер Ильдар Гелязев рассказывает свою историю, как он несколько лет назад ставил в Орле пьесу «Стакан воды». По задумке автора, актриса, исполняющая главную роль, участвует в программе «Персона Грата». Стоит отметить, что весь фильм будет отснят в нашем городе. Участие в съемках принимают актеры театра драмы и русского стиля. Главную роль сыграет московская актриса. В фильме переплетутся сразу несколько сюжетных линий. Фильм о том, что большое и серьезное дело в экстремальной ситуации очень сплачивает людей, делает их лучше, чище, добрее, внимательнее друг к другу. И, конечно же, о любви. Сто лет назад турки уничтожили более полутора миллионов армян, проживающих на территории Османской империи. Память о событий тех лет приурочен ряд мероприятий, проходящих в нашей стране в эти дни. В Орле череду памяти открыла выставка «Армения. От прошлого к настоящему», инициированная библиотекой Бунина. На экспозиции книги, фотографии, подделки, альбомы, рассказывающие об истории армянской диаспоры, проживающей на территории Орловщины. В ближайшие дни выставка расширится. В нее войдут детские рисунки. Конкурс также приурочен к столетию геннадзе и до армян. И дети, вне зависимости от пола, национальности, возраста, сдавали свои работы. И вот эти работы также будут там представлены. Вместе с данными экспонатами, которых будет значительно больше. Театр «Свободное пространство» представил премьеру. Спектакль «Я не вернусь» задействовал большую часть труппы. В центре внимания судьба девушки, попавшей в отчаянную ситуацию. От успешной карьеры до наркотиков, побега и новой жизни. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Премьерный спектакль поставлен не по пьесе, а по киносценарию – дело рук питерского режиссера Глеба Володина. Он работает с орловскими актерами по просьбе Александра Михайлова не первый год и довольно успешно. В новой постановке задействовано 30 героев. Актерам приходится играть сразу по нескольку ролей. В театральной версии кинофильма сюжет закручивается настолько быстро, что зритель едва успевает следить за временем. Настолько действо держит в напряжении. В центре внимания история выпускницы интерната. Аня – красивая и успешная девушка. Учится в аспирантуре, читает лекции по Байрону. И у нее роман с профессором, но в один момент ее жизнь переворачивается. И чтобы избежать ложного обвинения, она убегает, прикинувшись подростком-беспризорником. Маска тинейджера и знакомство с такой же отчаянной, но действительно маленькой Кристиной, обращает бегство девушки в новый путь. Заново пережив отрочество, Аня начисто переписывает свою жизнь. Володин говорит, что спектакль будет интересен абсолютно любой возрастной группе. Каждый из артистов что-то свое внес в этот спектакль. Там заявлены некая гражданская позиция наша, как артистов, как художников. Про наше время, про то, как живем, как быть, что делать. Орловские зрители пришли специально на питерского режиссера, ожидая увидеть новую интерпретацию известного фильма. Нравится разнообразие, нравится, что спектакли абсолютно разноплановые, все очень интересные. Их можно смотреть и молодым людям, и людям в возрасте, и школьникам. Для всех найдется обязательно спектакль. В феврале мы рассказывали вам о необыкновенной женщине, построившей церковь своими руками. Мария Тимушева вложила в постройку сельского храма все, что имела. Но на благоустройство здания средств не хватило. О надежде и вере наш следующий материал. За три года усердной работы Мария построила в Троицком вот такой светлый храм. Средства на строительство вложила свои. Помогли и добрые люди. Внутри пока без отделки, но уже намечено, что где будет. Вот алтарь, я уже договорилась, у меня уже приходили специалисты, все измерили, все подсчитали. 800 тысяч, 850. Задумок много, Мария говорит, хочется сделать с душой, чтобы десятилетие храм стоял и радовал прихожан. Но сегодня все работы остановлены. На их продолжение снова требуются средства. Марии не в силах помочь ни администрация района, ни местные чиновники. Мария Михайловна постоянно просит ездить. Ну, кто-то выделит район, наверное, я не могу сказать даже точно, помогает, нет ли. Алтарь, своды и полы, плюс дворовая территория. На это нужно как минимум 2 миллиона, да еще порядка миллиона на дом для батюшки, без которого постоянного священника в Троицком, скорее всего, не будет. Наверное, было бы правильнее начинать из обустройства быта для священника, просить священника, а уже дальше священник как раз бы на себя брал бы вот эти все хлопоты, искать средства. На сегодняшний день церквей без постоянных священников порядка 10 по области. В епархии кадровый вопрос стоит остро, но тем не менее, как говорит зампредседатель облсовета Михаил Вдовин, прихожане не должны оставаться без опеки священника. Люди построят храм, но священник должен от епархии прийти. Это мое однозначное мнение. Епархия должна в этом случае подставить свое плечо и озаботиться о той проблеме, которая на сегодняшний день существует. Сейчас в Троицком раз в неделю приезжает батюшка из Орла. И несмотря на то, что нет алтаря, службы уже ведутся. На Пасху в приходе было порядка 30 человек. Это значит, востребованность есть, говорит Мария. В ее мечтах и планах завершить благоустройство Троицкого храма. И она просит всех, кто хочет поучаствовать в благом деле, присоединиться. Для того, чтобы связаться с Марией, позвоните к нам в редакцию. Саша Скрипелев нуждается в дорогостоящем лечении за границей. У ребенка несколько сложных диагнозов, один из которых – синдром Паркинсона. С каждым днем его самочувствие ухудшается. Но выпускнику девятого класса так хочется жить, любить и быть нужным. Саша родился абсолютно здоровым ребенком. С детства занимался спортом, был активным и подвижным до 11 лет. В этом возрасте родители стали наблюдать отклонения в здоровье мальчика. Саша стал отказываться от футбола и других дворовых игр. А если играл – падал. Я обращалась в поликлинику, я приходила. У меня вся карточка до этого момента – здоров. Точный диагноз врачи не могли поставить несколько лет. Только после поездки в Москву, когда Саша уже с трудом передвигался, врачи вынесли вердикт. Нейродегенерация с накоплением железа тип 4 в головном мозге. То есть, если говорить своими словами, в головном мозге умирают нейроны. Саша стал забывчивым. Нарушилась речь и движение. У ребенка разрушаются суставы. Кроме этого появились сопутствующие заболевания, отягощающие состояния. Детей с таким диагнозом за границей берут на экспериментальное лечение. Но Никифоровы, сделав загранпаспорта, не успели попасть в число претендентов. Сегодня остро стоит вопрос о необходимой реабилитации, который может затормозить процесс болезни на какое-то время. Нас ждут в Чехии. В Чехии стоит 10 640 евро. Да, это на два месяца. Таких денег в семье нет. Родители Александра просят помощи у всех, кто неравнодушен. Время работает против мальчика. Максимум 5 лет. Ребенок проживет. Три года он не будет двигаться. Сообща мы можем помочь Саше восстановиться. Для участия в судьбе мальчика вы можете связаться с его родителями по телефонам, которые сейчас видите на своих экранах. А также через социальные сети, найдя в них Ирину Никифорову. На выходных обещают хорошую погоду. О том, куда сходить и что посмотреть, расскажет наша постоянная рубрика «Афиша». 18 апреля в Театре кукол премьера «Сказ про Маланию» в 11 часов. На сцене концертного зала областного народного творчества тоже премьерный спектакль. Театр «Свободное пространство. Я не вернусь» в 18 часов. Еще одна премьера в постановке театра драмы «Выстрел» на сцене городского центра культуры в 18 часов. В областной филармонии выступит Наталья Куренчакова в 18.30. 19 апреля в русском стиле спектакль для детей «Чудный терем» в 11 часов. В Театре кукол постановка Тульского театра кукол «Дюймовочка» в 12 часов. В русском стиле детектор лжи в 18 часов. 20 апреля постановка театра драмы «Выстрел» на сцене городского центра культуры в 18 часов. 21 апреля в русском стиле премьера моноспектакля «Светлые души» по Шукшину в 19 часов. В областной филармонии концерт, посвященный творчеству Чайковского в 18.30. 22 апреля в русском стиле похвала глупости в 19 часов. На сцене культурно-досугого центра «Металлург» премьера театра «Свободное пространство». Кастинг в 19 часов. В Краевическом музее можно посмотреть выставку «Пасхальный перезвон». В библиотеке имени Бунина, перечитывая классику, там же выставки впереди «Берлин» и «Огненная дуга». В Центре своевременного искусства выставка «Размышления» про отходы. В субботу в 20.05 смотрите на нашем канале новую серию программы «Исторический квартал». В этот раз речь пойдет о памятниках жертвам фашизма. Культурное обозрение на этом закончено. Увидимся через неделю. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok